Всем привет! В сегодняшнем видео хочу кратко показать, что надо сделать перед укладкой керамогранита душевой, то есть подготовка. Так как все перегородки из гипсокартона, все углы проклеиваем гидроизоляционной лентой. Ленту также клеим на гидроизоляцию. Далее произведем гидроизоляцию стен душевой кабинки. Продолжение следует... После того как проклеили углы и нанесли гидроизоляцию, приступаем к сборке стола. Он нам понадобится для резки плит. И так собрали стол. И установили плиткорез. После того как сделали разметку в санузле, приступаем к подрезкам. Установили линейку по снятому размеру и делаем серийную резку. Таким образом плитка получается одного размера, а процесс работы у нас ускорился. После того как нарезали все подрезки, приступаем к облицовке. Размер плитки метр двадцать на шестьдесят. Как вы уже поняли, укладку начинаем со второго ряда. Так как первый ряд будет подрезаться. Для общей симметрии. Да, конечно, перерасход плитки будет очень большой. Но красота требует жертв. Как вы видите, плитка слегка горбатая. И нам приходилось ее выравнивать виброприсоской. В процессе укладки нас очень сильно выручила вакуумная присоска. А все стены поклали за пару дней. Продолжение следует... Далее произведем монтаж откоса. Вот так вот у нас все получилось, когда есть нужный инструмент. Осталось подойти плиткой к дверям. В сегодняшнем видео я коротко покажу всю последовательность работы. В этом же видео мы установим трап и сделаем стяжку душевого подона. Музыка. 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 После полного высыхания произведем монтаж демпферной ленты. Далее наносим гидроизоляцию. Монтаж демпферной ленты вокруг трапа и второй слой гидроизоляции у меня не получилось снять. После полного высыхания делаем разметку пола в душевой кабинке. Далее мы произведем подрезку всех плит. Установим плиткорез на нужный нам размер и делаем серийную резку. Да, плиткорез режет точно и уверенно, что мне очень нравится. Как вы видите, швы на стене должны совпадать со швами пола. Расчерчиваем карандашом нашу разметку и режем все подрезки. Центруем плитку и не забываем контролировать швы. После того, как все подрезки подготовили, убираем заготовки в сторону и приступаем к укладке пола. Здесь я применяю гребенку от кристалл. Необычная форма, что дает полное заполнение клеем при укладке. Продолжение следует... Ну и для полной усадки плит мы применили виброприсоску. Я вам скажу, что это очень удобно. Получается качественно и быстро. Так, еще раз проверим, все ли совпадает. Обязательно проверяем уровень пола, ну и соответственно уклон. На 1 метр душевого поддона делаем 1 сантиметр уклона для быстрого слива. Кинули все подрезки, как говорится, закончили с напольной плиткой. И теперь приступаем к нижнему ряду. Также выставляем линейку на нужный нам размер и делаем серийную резку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поклали нижний ряд. И после полного высыхания приступаем к подготовке стен, к затирке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После чего производим затирку швов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как вы видите, до перегородки наш уклон составил 5 мм. И после перегородки до трапа тоже 5 мм. Итого общий уклон составил 10 мм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При подачи воды на кран вырабатывается энергия и загорается показания температуры воды. Вот такой вот у нас получился интересный санузел. А у меня на сегодня все. Всем пока, спасибо за внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok